Символ наступающего года живет именно здесь, уверены фермеры крестьянской усадьбы в селе Остров. Его так и зовут Новый год. Бык родился в прошлую новогоднюю ночь. Мы, конечно, обрадовались все утром. Уже в 6 часов мы были на работе и начали уже его здесь обхаживать. Долгожданный наш, красивый, беленький. Помимо нашего героя, на ферме есть еще три быка, маленькие телята и более 10 коров. У всех свои имена. Зорька, Рыжуха, вот там Милка, вот это Люська у нас красавица. Да, Люсь? С чубчиком красивым. Зоотехник Валентина Страта 40 лет проработала в колхозе имени Горького. Закрылась колхоз Горького, закрылась Калиновка в последнюю очередь и все, осталось без работы. И вот открылось здесь частное хозяйство. Мы закупили здесь сначала 5 нителей в Зозерском районе. Потом уже расстелились наши, начало закупать семя, осеменять уже их. Это уже все, потомство наше. На ферме есть все условия по содержанию крупного рогатого скота. Просторные поля с хорошим травостоем, где животные пасутся летом. В этом году, благодаря покупке трактора и пресс-подборщика, удалось сделать запасы сена на зиму. Основные затраты, как рассказала Валентина, идут на корм. Он очень дорогой. Стоит отметить, что у каждой коровы и быка есть свои документы, где указаны их дата рождения и прививки, которые делают по графику. Это особенно важно, ведь молоко идет на продажу и на производство сыра. Сейчас я тяну сырное зерно, вытягиваем, сейчас будет сыр чечил. Из 40 литров молока получается 3 килограмма сыра чечил. После охлаждения его помещают в рассол и через 5 часов он будет готов к употреблению. У нас сыр есть бирберкноли, танистрату это твердые сыры есть, сусанинский это бутербродный сыр, такой он полутвердый, гауда. У нас много таких названий. Пармезан делаем, но он хранится очень долго. Грювер. Недаром говорят, здоров как бык. Пусть наступающий год быка принесет в каждый дом здоровье и силы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Витное ТВ.